Настоящим конфликтом между жильцами обернулась смена управляющей компании в одном из домов в Заволжском районе Твери. Долгое время девятиэтажку на улице Фарафоновой обслуживала одна организация. В какой-то момент она обанкротилась и на ее место начала претендовать другая УК. Вот только не всем жителям это пришлось по душе. Почему? Разбирался наш корреспондент. Дом номер 37 по улице Фарафоновой. Сказать, что эта девятиэтажка проблемная, пожалуй, ничего не сказать. Как рассказывают жильцы, последние несколько лет они скорее мучаются, а не живут. В доме, по рассказам его обитателей, затоплен подвал. В подъездах плесень и сырость. Кровля течет. Общедомовый прибор учета горячей воды и отопления сломан. Придомовая территория не убирается. И это только часть претензий местных жителей. Водостойки текут, площадки все мокрые. Придомовая, сами видите, вся разбита. Детская площадка также запущена. При всем при том, что у нас в тарифе заложены деньги по обслуживанию. И в договоре прописано обслуживание детской площадки. Дом не готовится к отопительному сезону вообще. А в октябре прошлого года случилось и вовсе невообразимое. В доме, рассказывают жильцы, был похищен бойлер, водонагревательный прибор. Похищен под предлогом замены на новый, говорят жители. В числе инициаторов этого, по словам жильцов, один из членов совета дома. Впрочем, сам мужчина настаивает на том, что бойлер никто не крал. И отвергает обвинение в том, что прибор был продан, а деньги, что называется, распилены. Продали бойлер. Куда деньги делили? Бойлер не продавался. Он был демонтирован и вывезен. Егоров говорил. Я продал, раздал деньги жителям. Спрашиваю жителей, никому не давали деньги. Да не мог он такого говорить. Зачем в Алгебске? Это собрание. Немного позже управляющая компания «Благосервис», которая обслуживала дом, и вовсе обанкротилась. А история с бойлером, что называется, повисла в воздухе. В настоящее время главный претендент на управление домом на Фарафоновой – компания «УК Жилой Комплекс». Впрочем, некоторые жильцы уверены – это тот же самый «Благосервис», только под новым именем. Те жилицы. Мы их знаем, работу их знаем, общение с ними знаем, то есть все знаем про них. И поэтому совершенно нет. Нет. Мы хотим демократический выбор другой управляющей компании. Однако в компании «УК Жилой Комплекс» заявляют, на рынке услуг они достаточно давно являются самостоятельным предприятием и не имеют никакого отношения к обанкротившейся «Благосервис». «УК «Благосервис»» была создана в 2015 году, а «УК Жилой Комплекс» была создана в 1998 году. Это совершенно разные предприятия. Как бы то ни было, свой выбор жильцы дома на Фарафоновой собирались совершить на общедомовом собрании вечером в понедельник, 25 августа. Однако конструктивного диалога между теми, кто выступает за приход «УК Жилой Комплекс» и против этого, мягко говоря, не получилось. В какой-то момент общение и вовсе превращалось в словесную перепалку. Второй вопрос. Тем не менее, две новые управляющие компании жильцам были предложены. В ближайшее время должно состояться голосование по вопросу выбора одной из них или «УК Жилой Комплекс» в качестве обслуживающей организации дома номер 37 на улице Фарафоновой. И очевидно, что сделать этот выбор жильцам необходимо как можно скорее. В противном случае они рискуют войти в отопительный сезон без своей «УК» со всеми вытекающими негативными последствиями. Продолжение следует...